Здравствуйте! Это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Альбина Плющук. Выпуск мы сегодня назвали «Общение с психом. Как себя защитить?» Разбираться в этой теме будем мы сегодня с нашей гостью, с Викторией Беляевой, клиническим психологом. Вика, здравствуй! Здравствуй, Виктория! Очень приятно тебя в нашей студии видеть. Вот такую весёлую, улыбающуюся. А тема, между прочим, у нас не сильно радостная. Потому что вот, как это называется у медиков, есть вообще диагноз псих или психопат? Это диагноз или это просто в народе? Есть этика общения, и сейчас она такова, что даже слово психопат считается устаревшим. Сейчас говорят не психопатия, а расстройство личности. Соответственно, человек с расстройством личности. Коррект, коррект. Более корректное название. Ой, нервные соседи, психи на дороге, я не знаю, там домашние тираны всех мастей. Как с ними общаться, как выживать, хотим сегодня мы выяснить с твоей помощью. А вообще, откуда такие люди берутся? Они такими изначально рождаются. Что-то в их жизни происходит не так. Или там, не знаю, гормон искать. Тестостерон, вот, например, у мужчин. Гормон искать. Расскажи, отчего так происходит иногда? Ну, одного тестостерона точно недостаточно для того, чтобы получить расстройство личности. Какая-то часть таких людей, безусловно, такими рождается. Это конституциональные физиологические особенности. То есть, это структура головного мозга, которая еще в утробе складывалась так, что есть предпосылки для того, чтобы человек болел психическими заболеваниями. Это если мама вела неправильный образ жизни, да, какие-то патологии беременности, какие-то особенности, да, перинатальные, лекарства, может быть, она какие-то пила, не знала еще, что беременна. Ну, то есть, все, что может повредить структуру мозга, нервную систему, плода, это все может быть предпосылкой к тому, что человек будет психически нездоров. Ну, и, соответственно, вторая часть людей, которые страдают психическими заболеваниями, это психотравмированные люди. Это люди, чей образ жизни в детстве был таким, что хронически ему наносились психические травмы, стресс, и у человека совершенно нездоровые механизмы защиты психики сработали и закрепились. Ну, казалось бы, когда оно было, это детство, и вот он взрослый, и так себя проявляет, этот человек, много же воды с тех пор утекло. Неужели это настолько закрепляется, и на всю жизнь становится какой-то вот... Ну, конечно, и если мы посмотрим на группу детей, мы можем увидеть там очень много жестоких детей, вспомним травму, травлю, вспомним буллинг, да, то есть как дети себя ведут, дети же очень жестокие существа. Как ты их научишь, так они и будут себя вести. И если где-то там нормально воспитывать детей головорезов, они ведь тоже потом не будут ощущать, что они неправильно делают. Как распознать, где есть ещё какой-то вариант нормы, если можно вообще так корректно говорить, вариант нормы, и где это такое приходящее состояние, и человек просто вот в данный момент он вышел из себя, а так он хороший, а где вот уже реально... Как ты сказала, расстройство личности. Да. Значит, ну, нужно смотреть, что вообще человека окружает, то есть какой он. Мы же имеем вообще в арсенале очень много разных психических расстройств. Одно дело, если это человек в аутистическом спектре, да, не обязательно прям дезадаптированный аутист, а человек в спектре, он будет достаточно замкнутый, он не причинит вам вреда, вы просто никогда не получите полноценной его любви, потому что он один, счастлив где-то там в себе, и он недоступен контакту, да, на таком уровне, на котором вы хотели бы, чтобы вас любили. А другое дело, если это возбудимый психопат, и любой щелчок, какой-то вот эмоциональный накал, запал, эмоция, это как Бигфордов шнур к его личности. Что-то ему не понравилось, он подорвался, и он выдаёт неадекватную гневную реакцию, соответственно, ситуации. То есть мы должны смотреть, как он ведёт себя в совершенно обычных бытовых ситуациях. Вот, например, официант принёс ему не то. Так. Нормальный, адекватный человек что сделает? Ну, как бы войдёт в положение, поймёт, ну, может быть, выскажет какое-то недовольство, или как-то аккуратно скажет, что ему не понравилось такое, да? Что сделает у нас человек с склонной к агрессии, например? Он, конечно же, начнёт ругаться, орать, и это может пугать, это может отталкивать, да? То есть мы понимаем, что такая реакция не соответствует ситуации, ничего такого не случилось катастрофичного, чтобы сейчас человек так реагировал. Для девушки, которые на свидании с таким парнем сидят в ресторане, и эта картина происходит, это вот о чём говорит? Это красный флаг говорит о том, что надо бежать от такого человека без оглядки. Потому что также психически неуравновешенный человек, он, как правило, сосредоточен на своих потребностях. Он из своей глубокой, вот этой зияющей эмоциональной дыры, из своей травмы не способен давать человеку ту любовь, которая вот она как бы здоровая, да? То есть вы чувствуете, что вы любимы, вы чувствуете, что вы защищены, о вас заботятся. То есть психически неуравновешенный человек этого сделать не способен. Он чуть что будет выходить из себя. Особенно если это вот возбудимый тип, да, такой опасный, который склонен к агрессии. Ещё хуже, если это всё приправляется алкоголем, либо психоактивными веществами, когда там вся подкорка растормаживается, и человек живёт исключительно импульсами и инстинктами. Ну, как же близких людей, я не знаю, жён, мужей в таких случаях призывают помочь близкому? Ну, как вот его оставлять и бросать такого человека или такую женщину? Например, надо её понять, принять, помочь ей вылечиться. Это, кстати, лечится? Смотря что. Что-то не лечится, что-то корректируется, что-то лечится какой-то длительной психотерапией. Но нам стоит вообще отдельно поговорить о том, а стоит ли заводить семью с психически неуравновешенным человеком. То есть, опять-таки, мы смотрим, какое это расстройство. Если это шизофрения, а это 1% населения, то вопрос, какая это шизофрения. Если она, по-старому говоря, вялотекущая, то он просто будет всё время один, он не причинит никому вреда, он будет замкнут в себе. А если это острый психоз, который периодически случается, особенно если он отказывается или забывает принимать лекарства, то в любой момент вы понимаете, что вы можете оказаться на том свете, и вы живёте на пороховой бочке. Это иногда выясняется, когда люди уже несколько лет живут вместе, что шизофрения может дебютировать как-то попозже. Это вопрос выбора, готовы ли вы жить с инвалидом. И, соответственно, психически это инвалид, однозначно. Готовы ли вы быть такой и знать, как обходиться с таким человеком, может быть, проходить какие-то курсы, брать тоже терапию, чтобы не быть ему, во-первых, провоцирующим фактором, а, во-вторых, мочь ему помогать. Так же, как, например, эпилепсия. Вы же должны знать, что вот у него может случиться припадок, и вы должны знать, как правильно себя вести, что не надо ему ложки в рот совать и тому подобные вещи, что нужно быть обученным и уже чувствовать и понимать, когда это может произойти. Здесь то же самое. Если это маниакально-депрессивное психоз, просто нужно быть просто, сейчас это называется биполярно-аффективное расстройство личности, нужно быть просто готовым к тому, что он будет постоянно на волнах. Либо он будет в эйфории, я всё могу, у меня всё получается, мне море по колено. Либо он будет в депрессии, как правило, дольше и больше, потому что энергия очень сильно затрачивается на мании, и он будет всё время питать идеи собственной никчёмности, и вам просто будет тяжело находиться с человеком в таком настроении. И следует помнить, что часть психических болезней, естественно, наследуется, потому что это опять-таки предпосылки конституциональных особенностей, то есть не только патологии беременности, но и наследственности. Я предлагаю, мы сейчас много об этом говорим, но, собственно, наглядно ничего ещё не видели. Я предлагаю прям буквально минуточку отвлечься, посмотрите одно видео, нарезка. Очень сейчас популярны в интернете такие нарезки, психи на дороге. Давайте посмотрим все их варианты, типажи и масти, потом разберём их. Я хочу, потому что я, возможно, я буду целую ничью. Уйди, да уйди, да уйди! Уйди! Сейчас мордим. А ты не пошлаешь, а ты не можешь. О, глянь! Вот с одной стороны ситуация довольно частая, когда за рулём все нервничают, уже градус такой нервозности зашкаливает, но ты же не ожидаешь, что человек выйдет из салона автомобиля сбитый или, не знаю, будет по колёсам тебе стрелять. Это же крайняя степень реакции. Вот это уже патология, то, что мы сейчас, всё, что мы сейчас видели? Ну, конечно, разумеется. Это не только патология, это ещё противоправные деяния. Это же ненормально, что человек не может настолько контролировать свои агрессивные импульсы, что портит чужое имущество. Это ненормально, нет. Что в этой ситуации ты считаешь, что самое безопасное для страны? Конечно, уходить. Наблюдающие, я уже не знаю, или тоже участвующие. Что делать? Если вы участник, то нужно гасить конфликт, нужно оставаться максимально спокойным человеком и пытаться как-то, ну, чуть ли не своей энергетикой, грубо говоря, голосом, мимикой, жестами, стараться успокаивать и уравновешивать. Потому что если вы будете поддавать топливо, вы будете оба гореть, соответственно, костёр будет ярче. Вот в последнем видео, кстати, мы этого не слышали, но там мужчина, который сидел за рулём, из чьего салона, собственно, регистратор снимает этот конфликт, он говорит, так как агрессор требует «сдай назад», он говорит «я сдаю назад», «я сдаю назад», «я сдаю», как вот прям по слогам произносит, громко, чётко. Вот это правильная позиция? Да, всё правильно, потому что нужно переключить внимание. Делать то, что просит и проговаривать то, что просил агрессор на всякий случай. Делать то, что просит, переключать внимание, то есть максимально спокойным тоном успокаивать, да, что такое вот эриксоновский гипноз, когда я начинаю спокойно монотонным голосом вам что-то говорить, вы волей-неволей будете вслушиваться в этот монотонный звук, и ваше психическое состояние будет меняться. Всё, вот, именно так это. Не надо орать, говорит, да ты сам такой. Ну, то есть вы вовлекаетесь эмоционально, да, и начинается план. Взеркальте. Он кричит, мы в ответ кричим. Да, да. То есть нужно быть стабильной фигурой и демонстрировать своё психическое спокойствие, да, потому что бывает такое, что можно спутать, когда, типа, я вот так вот выбешиваю человека своим спокойствием, сижу, это манипуляция, да, то есть тут ни о каком спокойствии речи нет. Раскусит? У меня покерфейс, он будет ещё больше распаляться. Именно когда вы психически стабильны, когда вы не вовлекаетесь в этот эмоциональный костёр, только тогда, возможно, как-то корректно погасить такую агрессию. Что делать наблюдателям? Очень важная вещь, и она касается неадекватного поведения алкоголиков, людей в наркотическом опьянении. Вот не надо доставать телефон, снимать и выкидывать это в сеть. Нужно вызывать психоневрологический диспансер по психиатрическую помощь, потому что у нас есть закон о психиатрической помощи, который предполагает принудительную госпитализацию в трёх случаях. Это когда человек опасен для себя, когда человек опасен для окружающих, а это совершенно очевидно, что он опасен, и когда он находится в беспомощном состоянии и не отдаёт себе отчёт. А как именно сформулировать? Вот звоню я в службу спасения. Так и говорите, что сейчас человек из травматического пистолета стреляет мне в капот или бьёт битое моё стекло. Ну, приедет полиция, по всей видимости. Полиция и вызовет на себя психиатрическую бригаду. Либо наоборот. Эти службы работают вместе. Ну, потому что здесь как бы понятно, что это неадекватное поведение. Вот пускай специалисты и разбираются, насколько человек вменяем, насколько он в аффекте, и вообще можно ли как-то с ним что-то сделать, и какая у него будет ответственность. Уголовно, либо он уйдёт на принудительное лечение. Но машину защищать в этом случае, там, я не знаю, сигналить, что сделать. Это всё бессмысленно, да? Чем больше вы будете его провоцировать... Вот сидеть в салоне, например, сигналить. Это провокация для него? Против лома нет приёма, если нет другого лома. Вот если вы понимаете, что у вас хватит сил и ресурсов справиться с таким бугоём, например, который сейчас в неадеквате распалённый, то попробуйте. А если вы хрупкая женщина, на которую сейчас сбитый идёт не очень адекватный примат, а это состояние примата, никак иначе, то я думаю, что здесь надо бежать. Ну, это же логично. Оценивать обстановку, когда бежать, когда бить. Можно ещё советы, прям вот конкретные? Конечно. Чего категорически не нужно делать? Не нужно впадать в панику, истерику. Чтобы понять, да, как справиться с собой, но это же страшно, когда перед тобой такое. Безусловно. В первую очередь нужно сконцентрироваться на своём дыхании. 10 секунд дышать животом. Вы вернётесь в своё тело и поймёте, что вы вот здесь находитесь, в этой реальности, в этой обстановке, да, и как-то немножечко свой кортизол, который у вас прыгнет, адреналин, который у вас прыгнет, вы его немножечко успокоите. Потому что что такое лишиться чувств, лишиться дыхания? Это состояние жертвы, это поведение жертвы, когда она парализована. Всё, готовое, бери, делай с ней что хочешь. Поэтому нужно обязательно моргать, дышать, глотать, вернуться в собственное тело. Ни в коем случае не допустить вот этой паралитической реакции, да, то есть вы должны всегда быть готовы либо драться, либо бежать. Вот именно паралич, он вас просто, ну, приговаривает к тому, что вы будете жертвой, вы будете пострадавшей. Из трёх видов реакции «бей, беги, притворись мёртвым» нам в этой ситуации не годится. Нет, потому что... Ступор нам не подходит. Не подходит, потому что есть падальщики. Вот и всё. И, конечно же, не стоит больше провоцировать, не стоит больше распалять, потому что вы не знаете вообще, когда это выстрелит. То есть есть много людей, вы приходите в какую-то компанию, там ещё что-то, да, есть много людей, вы на них смотрите, вроде они ведут себя адекватно, но в один момент какой-то вдруг что-то начинается. Например, каждая свадьба, она что-то без драки же не свадьба. И вот кто знал, что вот этот приличный человек, когда выпьет и растормозится, будет крушить всё, что видит, и мужчин, и женщин, собак, не знаю, детей, посуду. Мы же не знаем, когда это начнётся. Ну вот у тебя были такие случаи в жизни, чтобы вот ты, например, не ожидал, что человек так себя поведёт, и тебе даже профессиональное чутьё, не знаю, не подсказало ничего? У меня был такой случай, да, очень интересный. Мы приехали в гости, был день рождения, все что-то ушли проветриться, я осталась сидеть и разговаривать. И напротив меня сидел молодой человек, 26 лет, седой. Конечно же, это привлекает внимание, но он как бы был адекватен, пока доза алкоголя его не перешла критическую. В этот момент я понимаю, что в комнате практически никого интересного нет, он сидит ровно напротив меня, его взгляд останавливается на мне, и здесь я понимаю, что я мишень. Вот таким крупным планом я вижу, что он начинает распаляться, ему что-то не нравится, он решил сорвать злость на мне. И в один момент он встаёт, и готов перевернуть стол в мою сторону. Я просто не знаю, что на меня нашло, я вспомнила все навыки психиатрии, которую изучала, все навыки эриксоновского гипноза, как разговаривать с детьми. Я заговорила его так, что через пять минут он сидел, улыбался и говорил, какая же я замечательная. А у меня в этот момент настолько сильно билось сердце, что я думала, что это не закончится никогда, но в один прекрасный момент, когда мы уже стали выходить, и я потеряла с ним контакт глазами, у нас застряла машина, не нужно было его отодвинуть, чтобы эта машина не влетела на него. Я его отвела разговаривать с ним, чтобы он не мешал остальным. И этот контакт глазами потерялся, и он вспомнил, что он меня терпеть не мог, ненавидел, и что-то хотел со мной сделать. И я понимаю, что все далеко, и вот сейчас он меня убьёт, и точно мне конец. Но я опять сделала то же самое этим самым эриксоновским гипнозом, тихо, спокойно, как с ребёнком, говорила о чём угодно. Кто им владеет? Это прекрасно, потому что ты профи. А кто им владеет? Это интуитивно получилось. Что нужно в этой ситуации делать? Ну вот что? Потерять этот зрительный контакт, лучше не встречаться с глазами, с агрессором, максимально быстрее кому-то покинуть. Как можно быстрее уйти, либо найти другого, более сильного человека, который может за вас заступиться, если вы хрупкая женщина. Если вы мужчина, то, конечно, это оставаться психически стабильным и тихонечко всё это дело успокаивать. Очень мало времени до конца эфира остаётся. Мы, во-первых, не подвели итоги голосования, которое традиционно до начала эфира мы запускаем в нашей группе ВКонтакте. Мы спрашивали вас, уважаемые телезрители, а вот вам приходилось жить с неуравновешенными людьми? Варианты ответов такие. 28% много, практически каждый третий сказал нет. 48% абсолютное большинство, почти 49% сказали да, и вспоминаю это как страшный сон. Каждый пятый ответил. Бывало, но если дать отпор, всё будет нормально. Если дать отпор. Вот этот вариант, кстати, дать отпор агрессору. Поставить его на место. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту корреляцию. Первый вариант ответа и третий. Скорее всего, те, кто никогда не жил, это и есть те, кто третий агрофаг, которые способны дать отпор. Ну, это, конечно, шутка, но я так предполагаю. Но вот эта половина... Бессмысленно пытаться давать отпор агрессору? Меня больше волнует, знаете, вот эта половина, которые жили с такими людьми, вспоминают как страшный сон. Какова вероятность, что они на самом деле это повторят. А то, что дать отпор... Ну, а как ты дашь отпор человеку, который психически болен? Это невозможно. Выжать лимон и получить томатный сок. Мы закладываем к этим людям ожидания, не осознавая, что они психически больны. Мы закладываем ожидания, что он будет вести себя как здоровый и нормальный. Особенно, когда в период ремиссии он вроде бы здоровый и нормальный. Но так делать нельзя. Ему нельзя дать отпор. Он уже не поменяется. Если, тем более, он не ходит на терапию, если вы не ходите на терапию, то вы так и будете провоцирующим фактором, созависимым человеком, который будет только попустительствовать, либо подкидывать дров в топку. Ой, полнятки до конца эферы. Напоследок. Как самому не стать психопатом? Психологическая гигиена. Я считаю, что человек должен, вот как он ходит в душ помыться, так он должен к психологу ходить и мыть душу. И тогда у него останется психическая адекватность, уравновешенность, и те проблемы, которые его беспокоили, можно скорректировать. Спасибо большое, Вик, что ты сегодня к нам пришла. Интересно, как всегда, вкусно, с полезными советами. В деталях рассказывала просто довольно серьезные вещи. Приходи еще. Обращайтесь. Это была программа Актуальный разговор. Об общении с психами мы сегодня говорили и выясняли, как защитить себя в таком общении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова